У нас сегодня девятая лекция, вторая лекция по ROS. Сегодня мы с вами будем говорить про файловую систему ROS. Создадим первый пакет. В прошлый раз мы запускали готовый пакет, в этот раз попробуем создать свой. И поговорим про то, какие типы коммуникации есть в ROS. Мы этот вопрос тоже немножечко затронули на своей первой лекции. Сегодня продолжим. Как всегда, есть ссылка на презентацию, если кому-то удобнее. Как я сказал, мы сегодня поговорим о том, как устроена файловая система ROS, то есть где лежат файлы, связанные с ROS, где их найти на своем компьютере. Поговорим о компиляции пакета, о двух важных его частях, о CMakeList.txt в таком файле и Package.xml. И потом будем говорить про типы коммуникации. И сегодня пятый пункт мы не затронем, остановимся на четвертом, напишем свои первые простые ноды в своем первом созданном пакете. Вернемся немного назад и вспомним то, о чем мы уже говорили, как устроен вообще ROS. Единицей кода в ROS является пакет. Это объединенные исходные файлы, сервисы, описание сообщений, некие конфиги, которые каким-то образом логично связываются, логично собирать и распространять вместе. Это вот такая наименьшая единица в ROS, ROS пакет. Дальше эти пакеты могут объединяться в стеки или так называемые мета-пакеты. То есть это просто набор пакетов, которые логично по какой-либо причине тоже распространять и обновлять вместе. Например, в прошлый раз мы смотрели такой пакет навигация. Там лежит множество пакетов, связанных с задачей навигации. Например, пакет для локализации, пакет для планирования пути и так далее. То есть бывают вот такие стеки объединения пакетов. Дальше эти стеки лежат в репозиториях. То есть это может быть обычный гид репозиторий, как правило, общедоступный. И в таком репозитории может лежать какое-то количество стеков, а также какое-то количество пакетов, которые не входят в стеки, а распространяются отдельно просто как пакет. И такие, собственно, репозитории и образуют весь ROS. То есть есть какое-то конечное количество репозиториев, в которых лежат все пакеты, все стеки и так далее. То есть это так, как вообще устроен ROS. Поэтому, когда мы скачиваем какой-то ROS пакет или вообще ROS целиком, мы, по сути, обращаемся в эти репозитории и можем скачать в виде прикомпилированного или можем скачать и собрать это все из исходников, так как это обычные репозитории, можем выкачать все в виде исходных файлов. Файловая система ROS, то есть то, как ROS расположен на нашем компьютере, когда мы его уже скачали и установили, состоит, по сути, из двух директорий основных. Это директория установки, мы тоже ее в прошлый раз немножко смотрели. Обычно по умолчанию это OPT, ROS и название дистрибутива. В нашем случае это Melodic. А также есть пользовательская рабочая директория, которую мы сегодня создадим. Она может быть не одна, их может быть несколько, но чаще всего удобно использовать одну директорию, в которой разрабатываются все пользовательские пакеты. Вот, то есть это два таких основных места на нашей машине, где лежит ROS. Поговорим о них по порядку. Сначала о директории установки ROS, которую мы уже смотрели в прошлый раз. То есть вот здесь справа есть пример вывода. На моем компьютере у меня установлен ROS Kinetic, поэтому здесь дистрибутив Kinetic. В нашем контейнере Docker, в котором мы работаем, установлен Melodic, там у нас будет Melodic. Ну и, собственно, здесь есть некий набор директорий файлов. То есть в папке BIN, как обычно, лежат уже скомпилированные исполняемые бинарные файлы. В папке ETC файлы конфигурации, ROS и катки. Дальше Include для заголовочных файлов, для header файлов языка C++. Библиотеки, собранные, лежат в lib и так далее. Ну и есть уже знакомые нам файлы Setup, которые помогают нам подготовить окружение перед тем, как работать с ROS. То есть в прошлый раз мы использовали Setup Bash, так как у нас был Bash в виде Shell. И вызов этого скрипта нам как раз подгружал все необходимые переменные окружения в нашу консоль. Это что касается директорий с установленным ROS. Пользовательская рабочая директория выглядит совсем по-другому. Мы сегодня это наглядно посмотрим. Но вот, в общем, есть наша пользовательская директория. Здесь в качестве примера ей задано имя user katkin workspace folder. И в ней есть определенный напор папок, он всегда одинаковый. Есть папка src, это то, где мы, собственно, будем разрабатывать наш ROS-код, где лежат пакеты. Там есть заголовочный CMake-лист. Это CMake-лист верхнего уровня. ROS его генерирует для нас сам. И дальше есть директории с нашими пакетами. То есть здесь, для примера, это пакет 1 и вплоть до пакета n. То есть эти имена пакетов своих мы задаем сами. У каждого пакета есть два обязательных файла. Мы чуть попозже про них подробно поговорим. Это тоже CMake-лист с текстом и package.xml, который описывает наш пакет. Это называется файлом-манифестом. Помимо директории с исходным кодом, есть директории devil. Файл, там хранятся, собственно, скомпилированные наши цели сборки. То есть это исполняемые файлы, библиотеки скомпилированные. Есть директория build, где хранятся файлы для сборки, то, что генерирует CMake. Есть папка install, она вспомогательная, не всегда используется. Это директория для установки пакетов. То есть если после сборки пакетов мы хотим их установить в свою систему, то они будут по умолчанию устанавливаться в папку install. Вот, теперь давайте перейдем к практике и попробуем создать такую, вот как мы только что описали, рабочую директорию у себя. В общем, мы запустим наш контейнер. Как всегда, используем флаг для того, чтобы у нас работали графические приложения. Еще в этот раз я буду использовать флаг минус-минус name и задам имя своего контейнера ROS. Это я буду делать для того, чтобы новые терминалы в него быстрее открывать, не вызывая команду docker ps каждый раз и смотря ID, который моему контейнеру присвоился, а по этому имени, собственно, буду к нему обращаться. Вот, собственно, мы заходим в контейнер. И дальше можем следовать инструкциям со слайдов. То есть, что нам необходимо сделать? Мы, в первую очередь, просто создаем директорию, где вот это выделенное голубым, это название нашей как раз рабочей директории ROS. Оно может быть произвольным. Я вот назвал его my ROS workspace. Можно создавать любую, которая вам нравится. Минус P означает, что директории вплоть до SRC, до последней директории, будут созданы тоже, если они не существуют. То есть, такая команда с флагом минус P создаст не только папку конечную SRC, но еще и, собственно, my ROS workspace. Вот, создаем директорию, тоже можно скопировать, переходим в нее. И пока это просто директория my ROS workspace, в которой мы сами создали директорию SRC. Чтобы инициализировать это в виде рабочей директории ROS, мы можем здесь, в нашем workspace, вызвать команду cutkinmake. Эта команда обычно собирает все наши цели сборки, то есть все наши пакеты. Но при первом вызове она также инициализирует это как рабочую директорию. Давайте попробуем. Запускаем. Здесь cutkin нам выдает какую-то информацию о том, где у нас, собственно, наша рабочая директория. Куд как раз, директория SRC. Дальше, где будет build-директория. Как мы уже сказали, это build, где будет devil. И install. Ровно то, что мы посмотрели на предыдущем слайде. И вот у нас первая сборка прошла, собирать было нечего, поэтому она прошла в холостую. Можем посмотреть, появилось ли у нас что-то в директории. То есть ROS сам создал нам директории build и devil. И если мы перейдем в директорию SRC, мы увидим, что он также сам создал нам CMake файл верхнего уровня. То, что мы обсуждали здесь, это вот этот CMake верхнего уровня. Он генерируется автоматически. Нам руками его генерировать не обязательно. Вот. Собственно, теперь у нас есть наша рабочая директория, но в папке SRC есть только CMake файл пустой, и нет никаких пакетов. Поэтому следующее, что мы будем делать, это создавать пакет. Вот. Но так как мы создали свою рабочую директорию, мы теперь хотим, чтобы ROS в том числе в ней искал пакеты. Если помните, в прошлый раз мы каждый раз выполняли команду source вот такую, setup. В прошлый раз это была SH, теперь у нас новый shell в нашем контейнере ZCH, поэтому теперь нам нужно вызывать ZCH. Как мы и сказали, эта команда подгружает необходимые переменные окружения. И если вы помните, у нас в переменных окружениях была такая переменная, если мы поищем все, что с ROS здесь есть, ROS package pass. Это там, где ROS ищет наши пакеты. Так как мы создали свою рабочую директорию, теперь будем разрабатывать в ней пакеты, мы хотим, чтобы ROS в том числе в ней искал новые пакеты. Для этого нам теперь нужно выполнять вот такую команду, то есть в папке devil в нашей директории лежат аналогичные скрипты setup.bash, setup.sh, setup.zch. Если мы сделаем source этих файлов, то у нас останется все переменные окружения, останутся без изменения в момент сборки, как они были, а были они ровно такими, как вот после команды source вот этой. Но к ним добавится новая информация. В нашем случае в ROS package pass добавляется информация о том, где еще искать пакеты. Давайте попробуем это сделать. Еще раз говорю, что теперь у нас в контейнере вместо баша используется ZCH для удобства. Вот он красиво все так подсвечивает, чего не было в прошлый раз. Если мы сделаем source и еще раз посмотрим переменные окружения, то мы увидим, что, например, в ROS package pass добавилась еще наша рабочая директория root, my ROS workspace, src. То есть теперь ROS будет искать в том числе и здесь пакеты. Ну и еще что-то изменилось, например, для языка программирования lisp добавилась директория тоже наша и так далее. Теперь, в принципе, мы, начиная работу с ROS, можем делать source не из изначальной директории, а именно из вот этой директории, нашей рабочей директории, workspace. Давайте пойдем дальше и создадим свой первый пакет. Что для этого нужно? Нам нужно перейти в директорию src нашего workspace, потому что пакеты лежат именно там. И каткин тоже ROS и каткин, что такое каткин, поговорим сегодня чуть подробнее, предоставляет нам удобные инструменты, чтобы быстро создавать пакеты. Это можно делать и вручную, и часто это делается вручную, но сейчас проще воспользоваться автоматизированным скриптом, который нам поможет создать необходимые файлы и сам их сконфигурирует даже. Команда выглядит следующим образом. Мы говорим каткин create package, дальше называем имя пакета, которое мы хотим, и можем сразу указать зависимости, которые будут у этого пакета. В данном случае в нашем примере здесь в качестве зависимости указано ROS-PAI, это клиентская библиотека для работы с ROS на языке Python. Она нужна обязательно, если мы будем программировать на языке Python. И еще указаны стандартные типы сообщений. Это нам тоже сегодня понадобится. В общем, вот такие две зависимости. Давайте попробуем создать пакет, находясь в директории SRC. Мы вызываем команду каткин create package. Мы создаем пакет с названием test package. И этот скрипт нам говорит, что он успешно создал следующий файл. Как мы говорили, у каждого пакета должен быть свой CMake list, package.xml, так называемый файл-манифест. И в пакете он еще сразу создает директорию SRC, где будут лежать исходные файлы нашего пакета. Давайте посмотрим, как это все выглядит. То есть вот у нас в SRC общем, вот таком, root myrosworkspace SRC появился. Теперь появилась директория test package. Если мы в нее перейдем, то мы увидим, что в ней есть, собственно, те самые файлы. CMake list.txt.xml. Package.xml и директория SRC, она пока пустая, потому что никакого исходного кода мы не написали. Пока мы с нашим пакетом не будем ничего делать, мы вернемся к этому чуть-чуть попозже. А сейчас вернемся к презентации и поговорим о том, как вообще устроен пакет. То есть вот еще раз, у нас есть рабочая директория, в ней директория SRC, и там лежат пакеты. И в каждом пакете могут быть следующие директории. Они не все обязательные, то есть какие-то могут не быть для определенных пакетов. Ну, начнем с директории SRC, которая создалась для нас автоматически, там будут лежать исходные файлы. Также может быть директория include, где будут лежать заголовочные файлы, если мы пишем на языке C++ или C. Если мы пишем на питоне, часто принято наши скрипты и запускаемые ноды класть в директорию node или в директорию scripts. Дальше у нас может быть директория launch, в которой будут лежать файлы запуска, launch файлы, так называемые. Мы про это поговорим на следующей лекции. Launch файлы помогают описывать процесс запуска так, чтобы запускать множество нодов, один раз описав этот процесс и потом используя launch файл в качестве некой инструкции для запуска, для ROS. Есть директория MSG, в которой будут лежать наши пользовательские типы сообщений. Мы сегодня такой тип сообщений с вами создадим. И аналогично есть директория SRV, там лежат пользовательские сервисы. Про них мы тоже сегодня чуть-чуть подробнее поговорим. И на следующей лекции мы будем создавать свой сервис. И, как мы уже сказали, файл cml list, файл package.xml. И в случае, если мы программим на Python, часто может быть здесь еще файл описания установки Python модулей. Мы сегодня чуть-чуть подробнее поговорим, что это такое. Но вообще, в двух словах, это файл, который необходим, если мы хотим, чтобы наши модули питоновские, которые лежат у нас в пакете, были доступны для импорта извне пакета. Тогда нам нужно в файле специальном setup.py описать процесс и инструкции к импорту. Теперь поговорим подробнее про те самые обязательные файлы cml и package. Начнем с package. Package.xml — это такой специальный файл, который называется file-манифест. И он определяет необходимую информацию о пакете. Его имя, версию, авторов, кто в данный момент поддерживает пакет, то есть к кому можно обращаться с какими-то вопросами о пакете. А также определяет зависимость пакетов от других пакетов. Это важно, потому что каткин, в том числе при сборке, использует информацию из этого файла о том, от каких пакетов зависит наш пакет. Ну и вообще, описание пакетов на сайте wiki.ros. Давайте для примера, у меня здесь открыто Standard Messages. Вот здесь есть некое описание. Вот как раз, кто поддерживается ли пакет, кто текущий майнтейнер и его почта, какая лицензия у пакета и так далее, где хранится исходный код пакета, вот здесь репозиторий, некое даже описание, это все генерируется автоматически из этого файла. Поэтому, если вы захотите свой пакет добавить в официальные пакеты ROSа, чтобы он вот так же был на сайте, про него можно было читать, вам здесь нужно будет все подробно описать. Ну и вот смотря здесь, сейчас используется формат этих файлов второй, он чуть-чуть отличается от первого, но не принципиально. Дальше идет имя пакетов, в данном случае тестовый пакет называется full-core. Версия пакета, некое описание, майнтейнер, как мы уже сказали, лицензия. И дальше зависимость. Вот обязательной зависимостью для всех пакетов является каткин, и это устанавливается тегом build-tool-depend. Есть еще много других тегов, например, мы можем посмотреть, как сгенерировался этот файл автоматически для нас в нашем тестовом пакете. Давайте посмотрим, например, вот так. И мы увидим, что здесь на самом деле добавилось гораздо больше всего. Давайте еще раз запустим. Вот, много что здесь закомментировано. Давайте, чтобы было лучше видно, откроем в графической среде. Я в наш образ докера добавил Visual Studio Code, так что теперь можно командой Code запускать в среду разработки VS Code, но он просит только вот такой тег, где можно поставить директорию, в которой он будет хранить всякие свои кэш-файлы и так далее. Например, в корне можем поставить директорию VS Code, чтобы эти все файлы нам не захламляли наше рабочее пространство. И запустим код в текущей папке. У нас откроется с вами среда VS Code. Очень долго открывается. Почему-то Zoom очень тормозит все эти процессы. А, или, возможно, ему опять не нравится. Нет, он просто очень долгий. В общем, вот у нас открылась прямо из докера среда разработки VS Code. Можно также использовать плагин. У VS Code есть специальный плагин для работы с докером. То есть вы можете открывать VS Code на своей хост-машине и подключаться в контейнер. Это на самом деле даже более правильный способ. Но сегодня нам удобнее делать так. Мы будем VS Code как приложение графическое запускать изнутри контейнера. Если мы откроем package.xml, у нас здесь будет приятная подсветка синтексиса. Сейчас я сделаю покрупнее, чтобы вам было видно. Зеленые линии, закомментированные линии — это то, что нам создал ROS автоматически, когда мы вызвали команду create package с именем test package. Вот, собственно, видно, что он добавил в качестве имени test package. Версия нулевая. Дальше он даже сгенерировал какое-то описание the test package. здесь имейл нам, естественно, надо самим заполнить. Лицензию он предлагает выбрать, предлагает даже стандартные, какие есть, комментарии. И так далее. И вот какие зависимости он для нас сгенерировал. Как я сказал, обязательная зависимость от каткина, потому что это является стандартной системой сборки всего исходного кода в ROS. Ну а дальше он нам сгенерировал еще зависимость от ROS-PAI и STD messages. Собственно, то, что мы попросили. Мы сказали, что наш пакет вот этой команды будет зависеть от ROS-PAI и STD messages. И он добавил их, что наш пакет зависит и во время сборки, и во время выполнения, и так далее. Вот. Здесь есть большое количество тегов. Мы сейчас подробно их не будем рассматривать. В основном используется зависимость во время сборки. Это говорит о том, что нам этот пакет будет нужен, когда мы будем собирать исходный код. И зависимость во время выполнения. Это значит, что этот пакет нам, опять же, будет нужен, когда мы будем выполнять свой исходный код. Вот. Дальше, что еще есть? Помимо package.xml, как мы сказали, есть каткин CMakeLists. Но прежде чем говорить о нем, давайте поговорим о том, что такое каткин. Мы уже не раз произнесли это название, давайте разберемся, что это такое. Каткин на русский переводится как сережка, но, в общем, обозначает вот эту вещь. Я не знаю даже, если честно, как она называется на русском. История, которая за этим стоит, такая, что вот когда Willow GarageRoss разрабатывался, у них рядом за окнами росло дерево вот с такими штуками, и они решили, почему бы не назвать свою систему сборки именно так. В общем. Каткин, по сути, является надстройкой над CMake, поэтому если вы работали с CMake и компилировали с помощью него, например, C или C++ код, то вам все будет знакомо и достаточно понятно. По сути, каткин — это набор неких CMake макросов и Python скриптов, которые просто расширяют возможности CMake, добавляют туда некие дополнительные команды для нас с вами и некую работу по сборке целей из исходного кода, проделывая за нас. Ну, по сути, каткин собирает из исходного кода для нас библиотеки, исполняемые файлы, генерирует файлы сообщений и сервисов из некого описания стандартного в ROS и так далее. Вот. И, собственно, поэтому из-за того, что каткин — это некое расширение CMake, он использует стандартный для CMake файл CMakeList. Однако при использовании скаткин есть некий особый порядок команд, которые в этом CMakeList должны быть представлены. Вот он здесь есть на слайде. Тут 10 пунктов. На самом деле там достаточно много тонкостей. Важно то, что порядок инструкции в CMakeList именно для ROS пакетов, он определенный и он имеет значение. То есть какие-то команды должны вызываться перед какими-то. Мы сегодня несколько таких моментов проговорим, но в целом всегда надо быть аккуратным. Мы можем посмотреть, опять же, в нашей визуальной среде, что ROS сгенерировал для нас. То есть вот мы сейчас находимся внутри нашего пакета, и у нас здесь есть сгенерирован для нас CMakeList. Здесь нет подсветки синтаксиса. Давайте попробуем быстро установить расширение для CMakeList. Кажется, вот это. Давайте установим два первых. Потому что я не помню, какой из них. Вот. У нас появилась подсветка синтаксиса. Еще раз. Заходите в расширение, если вы повторяете за мной, набираете CMake, и какое-то из первых двух расширений добавляет вам подсветку синтаксиса для CMake файлов. Вот. Вообще кто-нибудь пытается повторять, успевает что-нибудь? Мы можем остановиться, сделать паузу. Ну, лишнее я поспеваю. Угу. Ну, хорошо. Тогда будем плавно продолжать. В общем, у нас есть файл CMakeList, который, опять же, Каткин сгенерировал для нас. Он достаточно большой, но мы видим, что в нем почти все в данный момент закомментировано. Прекрасно то, что мы можем просто, когда нам какие-то новые возможности нужны, брать этот стандартный шаблон и раскомментировать какие-то строчки, и добавлять тем самым функциональность. Более того, здесь в комментариях достаточно подробно описано, какой кусочек этого CMakeList отвечает за что. Поэтому советую вам, особенно на первых порах, когда вы работаете с ROS, брать в качестве шаблона именно этот автоматически сгенерированный CMakeList и работать с ним. Это гораздо проще, чем пытаться написать с нуля. Вот. Сейчас мы, собственно, на слайдах чуть-чуть подробнее поговорим, что же есть в этом CMakeList. Здесь чуть-чуть другой, без комментариев и всего, но как бы описаны основные команды. Собственно, как всегда, сначала мы объявляем необходимую версию CMake. Здесь это 2.8.3 автоматически генерируется. Дальше мы объявляем имя нашего проекта. После объявления, здесь этот проект называется MyFirstRostPackage, имя проекта будет доступно вот в такой переменной ProjectName. Это удобно, например, чтобы дальше не перепечатывать каждый раз полное название проекта, а использовать именно переменную. Вот. Дальше идет команда FindPackage. Эта команда ищет пакеты, которые нам необходимы для сборки нашего пакета. Или пакет TOF, или нескольких нодов, которые лежат внутри одного пакета. В общем, командой FindPackage мы находим в системе все наши зависимости, от чего мы зависимы. Здесь в этом примере мы хотим найти RostCPP и STD Messages. Интересно, что если вы знакомы с командой FindPackage, еще до этого работали Семиклист, вы поймете, что эти пакеты RostCPP и STD Messages, несмотря на то, что они являются отдельными пакетами, здесь подключаются как компоненты к катке. То есть что здесь говорится? Здесь говорится, найди, пожалуйста, катке и его компоненты, а именно RostCPP и STD Messages. То есть, конечно же, клиентская библиотека RostCPP не является частью каткина на самом деле. Но такой синтаксис используется в Rost очень часто, просто для удобства. Мы чуть-чуть попозже про это поговорим и посмотрим. На самом деле просто несколько переменных, которые автоматически генерируются, когда у нас пакет находится, они будут проще, если у нас эти переменные будут, будет по сути одна для каткина, и подключая эту переменную для каткина, мы будем подключать все остальные пакеты. Мы сейчас на следующем слайде чуть-чуть подробнее посмотрим, как это работает. Но также мы можем отдельно искать пакеты, например, вот Boost здесь подключается как отдельный пакет, и мы можем, в принципе, и RostCPP и STD Messages здесь могли бы также отдельно FindPackage найти, как отдельный пакет, и подключить. Так, давайте как раз поговорим про FindPackage еще чуть-чуть подробнее для тех, кто не знаком с этой командой. Эта команда находит пакеты, разные зависимости, библиотеки и так далее, все, что нам нужно для сборки, и в процессе нахождения, если это пакет с запрошиваемым именем найден, семей генерирует несколько переменных. Вот здесь эти переменные есть, их на самом деле больше, но вот эти три основные для нас, то есть name — это имя пакета, которое мы искали, то есть вот в случае с каткином вместо name будет каткин, и вот первая переменная found устанавливается в true, если, собственно, пакет найден, то есть мы можем добавить некую проверку, нашли ли мы в итоге проект в пакет или нет. Дальше есть переменная include-dirse или includes — это путь до include-директории пакета, то есть если вот нам из каткина нужно потом делать импорт каких-то header файлов, если мы пишем на C++, то, собственно, в этой переменной будет лежать путь до этих header файлов. И дальше есть переменная libraries или libs — это библиотеки, которые экспортируются этим пакетом. И вот внизу, собственно, объяснение, почему многие ROS-компоненты или ROS-пакеты добавляются как компоненты каткин. Это просто сделано для удобства, потому что мы получаем вот такие переменные с префиксом каткин и, используя только их, подключаем все зависимости, которые мы здесь указали, все ROS-пакеты. То есть это просто такая принята практика в ROS, она не обязательная, но достаточно удобная. Вот. Пойдем дальше по семейк-листу. Что мы видим дальше? Дальше есть команда каткин python setup. Что делает эта команда? Эта команда нужна как раз, как мы обсуждали, в случае, если у нас есть какие-то Python-модули внутри нашего проекта, которые мы хотим, чтобы были доступны извне, другим пакетом или вообще вне ROS, например. Для этого у нас в рабочей директории должен быть файл setup.py, помимо всего прочего. Это стандартный для Python файл. Мы сейчас поговорим чуть-чуть подробнее, что он из себя представляет. И важно, как раз вот здесь начинается та самая специфика и важность порядка запуска команд, что эта команда должна быть вызвана до команд generate messages и до команды каткин пакетч. Вот мы видим, что команда generate messages и каткин пакетч, они у нас ниже, и это правильный порядок. Очень часто на этом ломается сборка, и очень сложно такие вещи отлаживать. Поэтому я и советую вам использовать стандартный CMake list в качестве заготовки. Дальше у нас идут файлы, точнее команды, связанные с генерацией наших пользовательских сообщений и сервисов. Мы сегодня поговорим поподробнее, что такое сообщения и сервисы. Но суть в том, что мы можем создавать пользовательские, есть стандартные, можно создать пользовательские. И, собственно, здесь идут команды, в которых мы добавляем эти файлы. И дальше вызываем команду generate messages, которая генерирует и сообщения, и сервисы, и еще и действия или экшены. Здесь третьей команды не хватает. Но если мы посмотрим в нашу заготовку, то здесь есть add message files, add service files и add action files. То есть есть вот три типа коммуникации в ROS. Мы сегодня поговорим, чем они друг от друга отличаются. Вот здесь добавляются все эти файлы. И после этого вызываются generate messages, которые генерируют нам все эти три типа сообщений. И опять же, генерация сообщений должна происходить до команды katkin package. Команда katkin package, последняя здесь у нас, это команда, которая позволяет очень просто передать в систему сборки, то есть в наш CMake, некую katkin-специфичную информацию. То есть, опять же, где лежат input-директории, где лежат библиотеки, от чего мы зависим и так далее. Это нужно, чтобы, собственно, katkin понял, как собирать наш проект. И опять же, она должна быть вызвана до задания цели сборки. То есть мы пока не дошли до задания цели сборки. Вот. Поговорим чуть-чуть про setup.py. Это про katkin python setup. И setup.py файл, нужный для инициализации наших питановских модулей, которые будут доступны вне нашего пакета. Собственно, setup.py позволяет установить их в систему, и они становятся видны извне пакета. Это стандартный механизм Python. Я думаю, многие из вас с ним знакомы. Обычно для этих целей используют библиотеки dist.utils и setup.utils. И стандартный файл setup.py выглядит вот таким образом, стандартный для ROSа. То есть он немножечко отличается от того, что обычно используется в Python. Идея в чем? Если в CMakeList есть вот эта команда katkin python setup, то этот setup.py файл будет выполнен во время сборки автоматически. Setup.py будет доступна информацией CMakeList. И благодаря тому, что мы используем вот эту специальную функцию generate dist.utils.setup из каткина, вместо стандартного setup, который вот из setup.utils, мы используем вот эту функцию. она внутри вызывает функцию setup, она еще получает некую информацию из нашего package.xml. То есть вот здесь мы, по сути, генерируем питоновские модули, у которых будет свое описание. И это описание частично будет заимствоваться из package.xml. То есть кто автор этого Python пакета, какая версия этого Python пакета, какое-то еще дополнительное описание, оно все, мы его здесь не прописываем руками, как мы делали бы для стандартного Python пакета. Оно берется как раз уже из написанного CMakeList и package.xml. Это просто такая удобная обертка, сделанная в ROS, для того, чтобы проще делать вещи, разработанные внутри пакета, доступными наружу, и при этом не перебивать то, что мы уже и так напечатали в package.xml. Вот. Про генерацию сообщений мы здесь не будем останавливаться. Суть в том, что этот слайд посвящен, опять же, частым проблемам, про то, что люди забывают что-то добавить при генерации сообщений, а добавлять нужно много. То есть как только мы хотим генерировать наши пользовательские сообщения, нам нужно в несколько мест добавить разные зависимости, причем как в CMakeList, так и в package.xml. И часто это становится препятствием таким своеобразным, потому что что-то одно забывается добавить, и потом сообщения не генерируются. Мы сегодня с вами будем создавать свое сообщение, посмотрим вот это все, куда нам что надо добавлять. И последний слайд про это. Собственно, вверху, как обычно, для любого CMake мы создаем наши цели сборки. Это может быть addExecutable, это может быть addLibrary, если мы собираем библиотеку. Здесь все плюс-минус стандартно. Мы добавляем executable, говорим, от каких библиотек он зависит. Есть еще команда addDependencies. Это команда ROS-специфичная, она, опять же, для указания всяких зависимостей. Дальше есть опциональное добавление модульных тестов. Katkin поддерживает g-test, Google-test библиотеку. И они рекомендуют использовать вот такую переменную, чтобы понимать, включено тестирование или не включено, и в зависимости от этого добавлять тесты в сборку или нет. И дальше тоже опционально идет установка собранных пакетов. Если мы хотим, чтобы они не просто были собраны и доступны в виде исполненных файлов, а именно установлены в систему, то мы можем их установить, и по умолчанию установка будет производиться в директорию install. Это было много такой теории про CMakeList. Вам с ним предстоит поработать достаточно плотно в рамках последнего четвертого домашнего задания. И сегодня мы с вами немножечко будем его модифицировать. Это просто, чтобы вы представляли, вы можете обращаться к лекциям как к некому референсу, но также в самом файле, который автоматически генерирован, есть очень хорошие комментарии, по которым вы можете почитать, какая команда что выполняет, какая за какой следует и так далее. Ну а также в самой лекции, вот здесь вверху, всегда на каждом слайде практически есть ссылка на информацию с Вики РОС, где можно тоже подробно про это почитать. Теперь давайте поговорим про то, какие типы коммуникации есть в РОС. Мы в прошлый раз с вами запускали симуляцию с черепахой и смотрели сообщения разные в топиках. То есть мы с вами уже затронули первый тип коммуникации, который является топики, самый на самом деле распространенный и часто используемый тип коммуникации в РОС. И, собственно, вот здесь стрелка однонаправленная означает, что это некая однонаправленная коммуникация. Один нот у нас что-то публикует, другой читает. Также есть еще два распространенных вида коммуникации в РОС. Это сервисы и экшены, не знаю, наверное, это действия на русском, будем называть это действием. И в отдельный вид коммуникации иногда выделяют параметры, мы тоже в прошлый раз с вами говорили, что это такое, а на следующей лекции про параметры будем говорить прям подробно, пока сегодня не будем затрагивать. Три основных типа коммуникации – это топики, сервисы и действия. Давайте поговорим поподробнее про каждое. Сначала топики. Топики вам уже знакомы, мы что-то публикуем в топик, кто-то это что-то читает. При этом важно, что как публикующих в один топик, так и читающих из одного топика может быть любое количество. То есть вот здесь внизу, например, у нас один публикующий, публикует, вот здесь, для примера, это сенсор расстояния, он публикует препятствия, и два каких-то робота читают данные этого сенсора. Вверху пример другой, простой, где один на один коммуникация, то есть есть адометрия, есть слен-алгоритм, который читает показания этой адометрии. Вот. Топики – самый частый способ коммуникации в РОС, как мы уже сказали. Вот. Собственно, топики нам знакомы, достаточно понятно. Мы непрерывно что-то шлем, а синхронно, что важно. То есть нас как бы никто не останавливает, мы просто шлем какую-то информацию в топик. И кто-то эту информацию может на обратном конце читать, а может не читать, причем может читать большое количество подписчиков. Есть сервисы. Сервис – это синхронная коммуникация, то есть она блокирующая. Если мы вызываем сервис, то мы должны дождаться его окончания, то есть ответа. Сервис – вот здесь есть иллюстрирующая картинка про запрос времени. Например, у нас есть сервер, который реализует какой-то сервис, и есть клиент. То есть, например, один нод сервис, один нод клиент. И нод клиент запрашивает что-то у сервиса, у сервера, запрашивает сервис у сервера и ждет, пока сервер ему ответит. Вот здесь пример с временем, мы можем запрашивать время и ждать ответа с временем. Это блокирующая коммуникация, мы не можем ничего дальше делать, пока нам не пришел ответ. Ну или пока не случился какой-то тайм-аут, например. Сервисы часто используются для передачи данных или каких-то действий, которые не нужны на постоянной основе. Вот пример с временем хороший, или если нам, например, нужно запросить карту, нам не всегда нужно запрашивать карту постоянно, если, например, мы знаем, что среда статическая и карта не меняется. Мы можем один раз у сервера карты запросить карту и больше не запрашивать. Или запросить через какое-то продолжительное время. Для этого неудобно создавать топик, потому что тогда у нас будет очень большая загруженность системы. У нас карта, которая по-хорошему, достаточно объемная информация, будет непрерывно слаться в топик и загружать нашу систему достаточно сильно. В таких случаях часто используются сервисы. При этом рекомендуется делать сервисы быстрыми, так как это блокирующая коммуникация. Нод, который запросил выполнение сервиса, будет просто простаивать и ждать, пока сервис не выполнится и не получится ответ от сервера. Поэтому рекомендуется делать эти операции маленькими или ковесными. Если нам нужна какая-то длительная операция, похожего рода, но длительная, для этого есть третий тип коммуникации, который называется действия или actions. Это примерно то же самое, что и сервис, но еще в процессе мы можем получать некий фидбэк. Здесь есть пример с какой-то домашней работой, работой по дому. То есть мы запрашиваем ее выполнение, и сервер нам шлет какой-то статус, что он помыл посуду, постирал что-то, вымыл пол и так далее. И в конце он нам посылает ответ, что выполнено. Важно, что такой тип коммуникации не является блокирующим. То есть если сервис был блокирующим, то здесь мы просто периодически получаем обновление от сервера и можем продолжать свою работу, выполнение каких-то других функций. И вот здесь есть некая summary по этим трем видам коммуникации в ROS. Самый частый топик, и чаще всего будете использовать именно его. Это асинхронная, однонаправленная передача. То есть мы шлем в одну сторону и нигде не блокируемся. Используется, как мы сказали, для непрерывной передачи данных. Есть сервисы, это синхронная, уже синхронная и двунаправленная передача. То есть у нас есть как передача данных запроса от клиентов в сервер, так и передача ответа от сервера клиента. И она блокирует наш клиент, который вызвал сервер. Используется для коммуникации типа запрос-ответ с быстрой обработкой запроса. Если нам нужна долгая обработка запроса, то это, например, какое-то сложное действие из многих поддействий, которые должен выполнить робот, или если нам нужна обратная связь именно о процессе выполнения, что тоже подходит под наш пример с роботом, который выполняет какой-то набор действий, то в этом случае можем использовать не сервисы, а действия или экшены. Это уже асинхронная двунаправленная передача данных. В нашем примере в прошлый раз, который мы рассматривали с нашим симулятором TurtleSim, вот здесь есть некая иллюстрирующая картинка, как это все происходило, я надеюсь, что вам плюс-минус уже понятно. То есть у нас есть клавиатура, была в прошлый раз, которая публиковала команды скорости для нашей черепашки. Она в первую очередь регистрировалась через ROSCore, через мастер, и говорила, что я буду публиковать такой-то топик. Дальше симулятор, подписываясь на этот топик, спрашивал у мастера, собственно, его адрес реальный. Все это реализовано на основе TCP. На самом деле используется TCP ROS, так называемый, который реализован поверх TCP. Все это под капотом работает на базе TCP. Ну и UDP. Вот. Ну и, собственно, когда наша черепашка подписывалась на топик, она спрашивала у мастера, какой реальный адрес этого топика, кто его публикует, и дальше они уже без мастера между собой коммуницировали. Вот. Сегодня мы с вами попробуем написать, собственно, свою публикацию и чтение топиков. Вот. Нам осталось совсем немножко теоретической части, мы попробуем на практике что-то с вами поделать. Вот. Поговорим подробнее про топики. В топиках имеется такое понятие, как сообщение. То есть каждый топик имеет тип сообщения, потому что в топиках может передаваться абсолютно разные данные. Мы это тоже с вами уже смотрели. Вот здесь, например, видно, что в топик такой-то шлется сообщение типа Geometry Message Twist. Мы это в прошлый раз с вами видели. Вот. В ROS есть специальный язык описания сообщений, который позволяет нам очень просто эти сообщения описывать. А дальше ROS за нас, Каткин за нас, из этих простых описаний генерирует уже описания на языках C++, Python, Lisp, в общем, на любых целевых языках, для которых есть клиентские библиотеки. В библиотеки. Пользовательские сообщения описываются в файлах .message с расширением message. И они хранятся обычно, как мы уже тоже сегодня говорили, в директории message внутри пакета. Сообщения могут содержать две части. Это поле данных, обязательная часть, и некие константы, которые используются для интерпретации поля данных. То есть, например, в C++, скорее всего, вы знаете, есть что-то, что называется ENAM, перечисление. Так вот, это может быть такая вещь. То есть, например, поле данных может быть интеджером от 1 до 10, а эти константы просто задают, что если наш интеджер 1, то нужно интерпретировать это следующим образом. Например, ошибка. Если 2, то это, например, warning и так далее. Вот. И вот так выглядит типичное описание сообщения. Но я предлагаю на этом сделать перерыв и перейти немного все-таки к практике, а потом мы вернемся к сообщениям чуть-чуть попозже, в конце нашей лекции. Давайте вернемся в наш контейнер. Я надеюсь, к этому времени он у всех собрался. И надеюсь, вы сумели создать у себя пакет. У всех ли получилось создать пакет, по крайней мере, кто пытался это делать? Окей. Значит, наверное, да. В общем, у нас сейчас есть наша рабочая директория, в которой есть директория BuildDevil SRC. Это наш ROS Workspace. Дальше в директории SRC у нас уже создан наш тестовый пакет первый. Перейдем тоже в него давайте. Рядом с контейнером лежало два файла Python, заготовленных заранее. Они, собственно, будут сегодня нашими экспериментальными нодами, которые мы будем запускать. Они должны были в ваш контейнер подгрузиться. Они лежат, скорее всего, в корне. Вот они, SignalFilterNode и SignalGeneratorNode. Мы сегодня их будем использовать для своих экспериментов. Давайте их перенесем в наш пакет. и положим в папку SRC. Мы перенесли первый. Перенесем второй. Давайте убедимся, что на нашей директории SRC теперь лежат эти два Python скрипта. Это действительно так. В принципе, мы можем теперь даже пойти еще раз сгенерировать наш пакет. Для генерации пакета, как мы уже сказали, используется... Нужно выйти в самый верх, в нашу рабочую директорию ROS и вызвать команду cutkinmake, как мы уже делали. Только первый раз она ничего нам не собирала, потому что у нас не было ни одного нашего пользовательского пакета. Она просто инициализировала нашу рабочую директорию. Теперь, если мы вызовем ее второй раз, она должна попытаться уже собрать наш пакет. Мы, по идее, в выводе команды cutkinmake. Это уфитинг. У команды cutkinmake есть множество опций. Вы можете их посмотреть, сделав минус-минус help. Они очень похожи на любое CMake, опции CMake. Тут тоже можно указывать количество потоков, которым ведется сборка и так далее. В общем, по минус-минус help вы можете подробно посмотреть. И, собственно, мы можем увидеть, что теперь при нашем запуске команды cutkinmake, она нам сообщила, что она обрабатывает пакет test package. Это значит, что она попробовала его собрать, и так как мы не увидели никакой ошибки в выводе, это означает, что она успешно собрала наш пакет. Что нам необходимо сделать дальше? Дальше, во-первых, как мы уже говорили, нам нужно делать source, только теперь не из общей директории, а из директории devil, нашей рабочей директории ROS. Это нужно для того, чтобы обновить переменные окружения, для того, чтобы наши пакеты стали доступны. Например, как мы можем это проверить? Если мы сейчас попробуем с вами запустить ROS run, я напоминаю, что это команда для запуска пакетов ROS. Мы в прошлый раз запускали turtle sim этой командой, если вы помните. Вот этот пакет мы запускали. Вот если мы сейчас попробуем здесь набрать наш test package, то он уже здесь. Видимо, у нас source уже произошел в какой-то момент. Но по-хорошему нам нужно сделать сначала source для того, чтобы этот пакет появился. Нам сейчас каким-то образом повезло, и он уже известен ROS. Но вот после такой команды он будет известен ROS наверняка, и мы можем запускать наши скрипты и ноды, не прописывая для них полный путь, который в нашем случае сейчас бы выглядел как-то вот так, а можем просто запускать команду ROS run, передавать ей имя пакета, и она будет знать, что такой пакет есть. И дальше в этом пакете сейчас она не видит наших скриптов. Вот я нажимаю двойной тап, и наши скрипты не появились. Это потому что мы забыли сделать еще один шаг. Чтобы сделать наши скрипты запускаемыми командой ROS run, нам нужно им указать, изменить им мод. Это делается командой change mode. и плюс x обозначает разрешить запускать эти файлы, как исполняемые файлы. То есть мы пойдем и двум файлам выдадим разрешение на то, чтобы быть запускаемыми, именно как запускаемые файлы. Здесь мы опечатались. Так, я, видимо, путаю команду. Наверное, так. Да, я извиняюсь. Без е на конце. И второй скрипт нам также нужно сделать исполняемым. Вот. Теперь, когда мы это проделали, если мы попробуем еще раз запустить ROS run, начнем писать test package, он нам сам подскажет по табу, что такой пакет он знает, и дальше в этом пакете он даже подскажет, что он знает два нода. То есть это значит, что все скомпилировалось правильно, все сконфигурировано правильно, и теперь ROS знает о существовании, во-первых, нашего пакета, а во-вторых, наших нодов внутри этого пакета. Давайте посмотрим, что эти ноды из себя представляют, и попробуем их по порядку позапускать. Это проще делать через графическую среду, как мы уже сказали, для вновь присоединившихся у нас теперь в нашем докере, докер-образе, есть Visual Studio Code, который может быть запущен вот так, только он требует дополнительного аргумента, где он будет хранить свои вспомогательные файлы. Точка означает запустить VS Code в текущей директории, а здесь мы укажем ему какую-нибудь директорию, где он смог бы хранить свои вспомогательные файлы. Есть ли у кого-нибудь на этом моменте вопросы? Может быть, что-то повторить, что-то помедленнее? Хорошо, тогда едем дальше. Вот у нас, собственно, здесь наша вся рабочая директория ROS, и в папке SRC есть наш единственный пакет, у которого тоже есть SRC, в котором лежат наши ноды заготовленные, а также CMakeList обязательный и Package.xml обязательный, файл описания пакета. Давайте посмотрим, что за ноды у нас есть. Это то, что я подготовил заранее, мы сегодня попробуем их чуть-чуть помодифицировать, но в целом мы на них просто посмотрим, как выглядит простой нод, написанный на Python. Но это даже уже не самый простой. Самый простой пишется в пять строчек, здесь чуть-чуть мы усложнили для того, чтобы было интереснее. Видно ли вам размер шрифта? Или сделать покрупнее? Предположим, что видно. Хорошо, тогда пойдем по порядку. Я буду рассказывать вам какие-то небольшие вещи про команды, которые здесь написаны. Вы можете дополнительно потом посмотреть в конце презентации, последние слайды посвящены как раз Rospy API, и здесь немножко с маленьким описанием описаны команды, которые, собственно, и встречаются в наших скриптах. То есть потом на слайдах, вот здесь два слайда, вы можете посмотреть эти команды, посмотреть, как они устроены. Но также вы можете всегда обратиться к Rospy документации. Еще раз, Rospy — это библиотека клиентская для работы с ROS на языке Python именно. Есть также ROSCPP, ROSList и много-много других библиотек, но эти три основные. Вот. Для работы с ROS. Они, собственно, и реализуют всякие различные подключения к мастеру, публикацию, подписку на топики и множество-множество дополнительных функционалов. Вот. Так что вы можете использовать потом презентацию как референс, но лучше, конечно, обращайтесь к официальной документации, там гораздо подробнее это все описано. Собственно, мы с вами сейчас будем смотреть, на самом деле не этот нод, а начнем с генератора. Здесь в чем идея? Я сделал два нода. Один генерирует некий сигнал, в нашем случае это синусоида, и публикует его. Другой нод будет этот сигнал принимать и каким-то образом его фильтровать. Вот мы, собственно, сейчас с вами посмотрим, как это все устроено. Более того, я думаю, что на последующих лекциях мы будем тоже дорабатывать эти ноды, добавлять в них новый функционал, про который мы будем разговаривать. Например, на следующей лекции мы поговорим подробнее про сервисы и экшены, и, скорее всего, в эти же ноды мы их и добавим. Вот. Первое, что мы делаем, мы импортируем ROSPy. Дальше numpy понятно. Также мы импортируем стандартный тип сообщения FLOT32. Стандартные типы сообщений — это сообщения, которые мы можем использовать для публикации и так далее. Есть целый пакет стандарт messages. Вот здесь можно, опять же, на ROSWiki посмотреть, что здесь есть большое-большое количество сообщений, уже готовых стандартных. Это простейшие сообщения, которые нам знакомы из всех языков программирования. Это простые типы данных. IND32, IND64. Можно каждый открыть и посмотреть некое его описание. Но для таких простых типов оно скудное. То есть вот сообщение типа FLOT32 будет содержать одно поле, которое будет называться data, и это data будет типа FLOT32. Вот. В общем, здесь на этой странице все стандартные типы. Интересно, что даже есть необычные. Для цвета есть свой тип сообщений. Например, цвет задается четырьмя FLOT32 переменными. Вот. Собственно, мы будем использовать с вами FLOT32, обычный, для передачи нашего сигнала. Дальше мы все это завернем в класс. Это не обязательно. Можно писать исключительно функциями, но в данном случае так удобнее. Ну и вообще является хорошей практикой. Собственно, в IND функции нашего класса мы создаем одного подписчика. одного публикатора. То есть мы будем публиковать, так как это Signal Generator, мы будем публиковать данные. Мы будем публиковать их в топик под названием сигнал. Здесь мы задаем первым аргументом имя топика. Вторым аргументом мы задаем тип сообщения, какой будет публиковаться в этом топике. И здесь есть множество вспомогательных аргументов. Они на слайдах представлены все. Они, в принципе, говорящие. Q-size — это некая очередь публикаций. То есть если мы не будем успевать вычитывать эти сообщения, они будут создавать некую очередь публикаций. Вот здесь у нас это очередь 10 сообщений. Точнее, если мы не будем успевать их публиковать по той или иной причине, по какой-то причине долгой обработки, то они будут собираться в очередь. Очередь вытесняющая. То есть когда придет 11 сообщение, самое старое сообщение вытеснится из очереди. Вот. Собственно, вот эта строчка просто создает нам паблишера, который будет публиковать данные. Дальше мы сначала перейдем вот сюда, в функцию инициализации. То есть в нашем мейне мы создаем наш класс Signal Generator и вызываем у него одну функцию Launch Signal Generator. В этой функции, то есть название функции произвольное, его просто придумал я. Дальше здесь в этой функции идут команды, которые уже обязательны для инициализации нода. То есть первая команда, она так и называется, initNode, она инициализирует нод. То есть она говорит, что вот этот скрипт, который у нас будет выполняться в каком-то потоке, он будет представлять из себя нод. У этого нода будет некое имя, в нашем случае Signal Generator. Дальше мы задаем вспомогательной функции Rate некую частоту, с которой мы хотим, чтобы наш этот нод крутился, работал. В нашем случае он с этой частотой будет публиковать данные. И дальше заходим в, по сути, бесконечный цикл. То есть мы говорим, пока ROS, PIE не shutdown, это означает, что пока либо у нас все еще запущен ROS, что означает, что у нас запущен ROS Core, ROS Master и все вот эти вещи. Либо пока мы как бы вручную не убили этот нод. Сам по себе. Мы будем выполнять следующее. Мы будем генерировать и публиковать какой-то сигнал. Опять же, это моя функция, которую мы сейчас рассмотрим подробнее. И Rate Sleep, то есть мы задали здесь Rate 10, это в герцах, будет означать следующее. Вот эта команда будет стараться выдерживать частоту работы, которую мы запросили. То есть, например, если вот эта часть у нас выполнится очень быстро, то Sleep будет чуть-чуть побольше, чтобы обеспечить 10 Гц. Если эта команда будет выполняться очень долго, там всю одну десятую секунды, то Rate Sleep будет нулевым, чтобы опять же постараться как можно ближе приблизиться к желаемой частоте. То есть это такая вспомогательная функция ROS PI, которая позволяет нам что-то делать с определенной частотой, в нашем случае вызывать вот эту функцию Generate and Publish Signal. Ну и, соответственно, в ней публикуется наш сигнал, и он, значит, будет публиковаться с частотой приблизительно равной 10 Гц. То есть ROS будет очень стремиться соблюдать эту частоту. Ну и, собственно, возвращаясь к функции Generate and Publish Signal, что мы здесь делаем? Мы, опять же, с помощью вспомогательной функции ROS PI запрашиваем текущее системное время. Делается функция GetTime. И дальше я генерирую просто некий сигнал, который будет представлять из себя синус от времени системного плюс некую случайную составляющую. То есть это некий просто шум. То есть мы на выходе хотим получить зашумленный синус. И мы будем вызывать SignalPub. Это наш Publisher, которого мы создали. У него есть метод Publish. Мы будем вызывать этот метод и передавать ему наш сигнал. Все очень просто. И вот эта строчка будет, собственно, наш сигнал публиковать. Есть ли у кого-нибудь вопросы по вот этой структуре? То есть здесь усложнение в том, что это все завернуто в класс. Это можно было сделать прямо в main, последовательно, например, создав Publisher, дальше создав вот этот цикл, и в этом цикле что-то публикуя. Это уже был бы минимальный рабочий код нода. Здесь это просто чуть-чуть оформлено в виде класса. Важно здесь следующее, что мы используем стандартный некий тип сообщения Flop32, и используем множество разных функций ROS-PAI для создания Publisher, дальше для получения времени, для инициализации нода, для задания частоты и для определения того, что вообще-то ROS у нас все еще работает, и нам все еще нужно в этом бесконечном цикле крутиться. Если вопросов нет, давайте попробуем эту вещь запустить. Как мы уже сказали, наш ROS узнает про наш тестовый пакет, знает, что в нем есть даже два нода, и мы запускаем generator node. и он ломается, потому что мы запустили его, не запустив ROS-Core. Как мы говорили в прошлый раз, всегда наше начало работы с ROS заключается по сути двух этапов. Нам надо подготовить переменное окружение, что у нас уже сделано, и запустить ROS-Core, который запускает ROS-Master, ROS-Out и все как бы вспомогательные вещи, без которых ROS не работает. Вот теперь мы запустили ROS-Core в фоновом режиме. Давайте еще раз попробуем запустить наш генератор сигнала. И вот как бы он вроде запустился, мы в консоли ничего не видим. Это, конечно же, плохо, потому что у нас здесь не добавлено никакой отладочной информации, мы сейчас с вами ее попробуем добавить. Но сначала давайте убедимся, что у нас действительно что-то работает. Для этого давайте... Сейчас сделаем здесь покрупнее. Запустим еще один терминал в наш Docker-контейнер. Как я уже сказал, из-за того, что я запустил Docker-контейнер с флагом минус-минус-нейм и задал его ROS, я теперь могу этот флаг использовать вместо вот того страшного цифры-буквенного ID-шника, который Docker по умолчанию дает запущенному контейнеру. И в прошлый раз мы запускали bash, теперь у нас новая обертка, которая делает вот этот вывод таким красивым с подсвеченным стрелочками, названиями директорий и так далее. Это все сделано на основе ZCH, с пакетом OMA и ZCH, который вы можете увидеть в Docker-файле, посмотреть, как он устанавливается. Поэтому теперь мы запускаем не bash, а ZCH, в отличие от прошлой лекции. Собственно, вот у нас появилась новая консоль. Давайте в ней сделаем source нашего пакета. Кажется, он лежит root, my workspace, devil, setup, ZCH. И теперь посмотрим команды rostopic с опцией list. Мы можем посмотреть все топики, которые у нас публикуются. Мы это делали в прошлый раз. И мы видим, что действительно наш вот этот запущенный верхний консоль node публикует топик под названием сигнал, как мы и хотели. Мы сказали ему publisher с названием сигнал, типа float32. Можем сделать rostopic info и посмотреть, что публикуется в нашем топике сигнал. И мы увидим, что действительно тип сообщения float32. И публикует его некий node под названием signal generator. И подписчиков нет, потому что никто этот топик не читает. Давайте попробуем сделать rostopic echo и посмотреть, что там публикуется. Если мы выберем сигнал, то мы увидим, что здесь публикуются данные. И вот они как-то меняются, предположительно меняются по синусоиде. Прекрасно. Значит, наш node, который публикует данные, что-то публикует. Это похоже на правду. Давайте еще попробуем одним способом убедиться, что это правда. Здесь вылетел warning вверху у нашего node. Случилось это по следующей причине. У нас был подписчик. То есть, когда мы делаем эхо, мы, по сути, подписываемся на этот топик, чтобы видеть данные в консоли. И этот подписчик закрыл наше TCP-соединение и просто об этом нам сообщает наш node. Это тоже по умолчанию делать сам rost. Он предупреждает, что подписчик, который у нас был, вдруг закрыл наше TCP-соединение. Ну, ничего страшного в нашем случае. Давайте посмотрим еще следующую вещь. В прошлый раз мы, если помните, использовали команду Irkutograph, которая нам показывала запущенные ноды. Давайте запустим ее сейчас. Увидим, что у нас здесь есть нод Signal Generator. Если мы уберем опцию Lift Topics и поставим здесь, показывает не только ноды, но и топики. А, Dead Sinks это называется. Да, не Lift Topics, а Dead Sinks. То есть Dead Sinks — это топики, в которые кто-то что-то публикует, но никто не читает. Но мы увидим, что у нас SixSignal Generator публикует какой-то топик-сигнал. И, как я говорил, Irkut — это достаточно мощный набор инструментов ROS, которые позволяют делать какую-то отладку и так далее. Есть еще инструмент Irkuteplot. У нас будет целая лекция, посвященная этим инструментам. Точнее, какая-то часть одной из следующих лекций. Давайте инструментом Irkuteplot посмотрим, что наш сигнал, который мы публикуем... Ага, так ему не нравится запускаться. Это прелесть. Свободно распространяемое ОПО. Можем запустить его по-другому. Мы можем запустить его командой просто Irkutep, которая запускает вот такое окно, где, по сути, все вот эти инструменты отладки, можно выбрать любой. И мы выберем как раз из вкладки визуализация, выберем плод. Вот. Здесь это такой самый простой в рост построитель графиков. Есть гораздо более удобные и приятные, но это самый простой. Нам сейчас его хватит. Здесь можно указать топик, из которого мы хотим построить график. В нашем случае он даже подсказывает, что есть топик сигнал. Если мы его добавим... Давайте попробуем сделать он чуть поменьше. Это можно сделать... Так. Уменьшить масштаб можно, убрав галочку автоскролл, насколько я помню, дальше выбрав вот это перемещение. И... И он себя, конечно, странно ведет. Кажется, правой кнопкой мышки, да, если зажать и начать крутить колесико, а, и начать крутить вправо-влево, то он будет менять масштаб. Видно, что у нас какая-то зашумленная здесь синусоид. Ну, мы можем включить обратно автоскролл, он будет двигаться. То есть вот мы в реальном времени смотрим, как наш сигнал-дженерейтор генерирует какой-то сигнал, а именно зашумленную синусоиду. Вот. В этом мы убедились. Давайте единственное, что сделаем. Очень неприятно, что он при этом, когда мы его запускаем этой командой, ничего нам в консоль не выдает. По факту мы как бы не знаем, что там внутри происходит. Для этого, чтобы такие вещи отлаживать, а именно вот, например, как он нам выдал стандартный warning, мы хотим тоже выдать сюда какую-то стандартную информацию просто о том, что он запустился и так далее. У RosPy для логинга есть тоже целый набор инструментов. Вообще логинг в Росе очень хорошо развит и проработан. Мы про него тоже подробно поговорим. Но сейчас мы просто используем некие простые команды для логирования. Например, мы можем добавить сюда RosPy log-info. В Росе есть несколько уровней логирования. Про это подробнее есть на слайдах. Вы можете посмотреть. Log-info — это второй уровень. Есть log-debug, который отключается в первую очередь. Во вторую очередь отключается log-info. Все эти уровни можно независимо отключать, чтобы они как бы нам систему не загромождали, не загромождали логи. Но log-info — это то, что нужно использовать просто для некой отладочной информации. Давайте мы в log-info попробуем что-нибудь написать. Например, после инициализации нода напишем, что наш нод инициализировался. Например, вот так. После этого мы можем, так как это Python, ничего не пересобирать, по идее. Да, и вот мы видим, что у нас после запуска нашего нода теперь выводится отладочное сообщение в консоль, которое имеет уровень info, в отличие от warning, который был до этого, который подсвечивается даже желтым. Это белое просто info. Есть время системное, в котором это было, это событие случилось, и некое вот наше сообщение о том, что нод инициализирован. Давайте с вами добавим еще данные. То есть мы будем просто еще, чтобы не проверять, публикуются ли все еще данные или нет, будем вот наш новый сигнал публиковать таким образом. Тоже с log-info. Будем писать, что наш новый сигнал сейчас вот такой. Поставим здесь две точки, здесь высказать на знак уберем и посмотрим, как это работает. И на этом остановимся с этим нодом. Да, то есть у нас сначала ноды нишелайз, а теперь сигнал и вот выводится сигнал. Это просто нам позволяет хотя бы в этой консоли понимать, что наш нод все еще живет, с ним все прекрасно, все хорошо и так далее. Давайте пока его временно остановим. Помним, что Roscore при этом у нас пока остается запущенный. Пускай работает. И посмотрим наш второй нод. То есть здесь у нас основное, это была публикация каких-то данных. Теперь мы хотим что-то с этими данными делать, так как мы специально их сделали зашумленными, и, наверное, мы хотим их фильтровать. Поэтому у нас есть второй вот этот заготовленный нод, который называется Signal Filter нод. Что он будет делать? Он тоже, конечно же, импортирует Rospy, тоже импортирует этот тип сообщения. Еще у него есть очередь из Collections, это стандартный питоновский модуль. Эту очередь мы будем использовать вот здесь для фильтрации сообщений. То есть в этой очереди мы будем накапливать пять последних сообщений нашего сигнала, пять последних значений нашего сигнала. И по этим пяти значениям будем его усреднять. То есть у нас получится скользящий средний. Это просто такой пример, чтобы посмотреть, как вся эта система публикации и подписок работает. Здесь у нас уже будет не только публикация. В публикации у нас будет отфильтрованный сигнал. То есть мы будем принимать сигнал, подписываться на него и публиковать уже отфильтрованную версию. Собственно, вот эта функция повторяет практически ту же первую, только здесь имя топика будет Filter signal. Вот, здесь еще будет подписка, то, чего мы пока не делали. Функция подписки пишется очень похожим образом. Мы говорим, на какой топик мы хотим подписаться, какой тип сообщений публикуется в этот топик. И третий необходимый аргумент — это callback. Callback — это функция, которая вызывается каждый раз, когда приходят новые данные. То есть это функция обработки данных. В нашем случае мы ее назвали signal callback. Это тоже метод нашего класса signal filter. И сюда передается, так как это сделано в виде класса, передается self, как всегда обязательно, в методы класса. И передается переменная, которая обозначает данные. То есть в нашем случае signal — это будет сообщение типа флота 32. Ну и мы помним, что там в этом сообщении данные лежат в поле data. То есть то, что мы смотрели, если мы перейдем опять в standard messages, вот сюда, флот 32, то мы увидим, что здесь есть поле флот 32, которое называется data. Ну и, собственно, по этому полю вот здесь мы будем наш сигнал выводить. Что мы делаем? Мы создаем подписчика, создаем публикатора, создаем нашу очередь и дальше работаем только в callback. То есть каждый раз, когда приходят сообщения, мы, во-первых, также в log.info будем выводить, что мы получили, какой сигнал. И дальше будем фильтровать. То есть заполнять нашу очередь новым, добавлять в нее новые данные. При этом, так как это очередь с ограниченным размером, размер в данном случае равен 5, то более старые данные будут оттуда просто выпадать. Мы будем добавлять новые, старые будут оттуда удаляться. И дальше будем считать нашу отфильтрованную версию сигнала как просто средняя по этим последним 5 измерениям. То есть это получится скользящее среднее у нас. Берем нашу очередь, считаем сумму, делим на количество, получаем среднее. И последнее, что мы делаем, публикуем, вот наш сигнал Publisher, мы публикуем отфильтрованный сигнал. Дальше в main здесь немножечко отличается, если вы помните, здесь у нас в первом ноде мы инициировали нод, а дальше крутились в бесконечном цикле. Здесь, так как у нас все реализовано в виде callback, нам никакой бесконечный цикл не нужен, мы можем полностью отдать управление в ROS. Это делается командой ROS-SPI-SPIN. С этих пор, если мы вызываем эту команду, управление проваливается в ROS, и последующие команды, которые идут за ней, не выполняются до тех пор, пока ROS активен. По сути, внутри она устроена таким же образом, там есть некий бесконечный цикл, который выполняет ряд действий, а именно, например, проверяет, чтобы наш, собственно, подписчик пришло новое сообщение и так далее. Но отличие такого способа, возможно, оба способа, нужно всегда выбирать, какой вам нужен, либо просто отдать в SPIN управление, либо крутиться в цикле, тогда у вас остается возможность вот здесь в цикле что-то делать, какую-то логику добавлять. Если у вас только есть коллбеки, тогда вы можете просто сделать SPIN. И все, и отдать управление ROS. Давайте попробуем этот нод запустить. Здесь у нас, да, собственно, у нас в каждый раз, когда мы получаем данные, мы каждый раз их публикуем. То есть здесь мы указывали частоту некую 10 Гц, здесь по-хорошему мы просто будем каждый раз, когда нам будут приходить данные, тогда же будем их публиковать. Кстати, мы для нашего предыдущего нода, для генератора, не проверили, что у нас действительно там что-то похоже на Гц. Для этого можно, опять же, ROS-топик инструмент использовать. И у него есть вот такой флаг. И передаем сюда имя топика. И он нам попробует замерить, он говорит, что он подписался и говорит, что вот средний, средняя частота вот такая. То есть видно, что она в районе 10 все время крутится. То есть она плавает, он нам говорит, что есть минимальное, максимальное, считает стандартное отклонение и так далее. И говорит, что эти данные он получил по окну в последние 169. То есть вот это все усреднение, минимальное, максимальное, оно сделано по окну вот в такое количество сообщений. Это окно можно задавать руками, если вам хочется как-то по-другому на это смотреть. Ну, в общем, мы видим, что здесь все близко к 10. Вот на самом деле сейчас совсем все устаканилось, сейчас идеальные 10 Гц мы получаем в нашем топике. Вот. Собственно, это наш генератор. Давайте теперь запустим наш фильтр. Мы можем сделать ROS-run, начать писать тест-пэккедж, и нам ROS сам подскажет по табу, что он знает такой пакет. И там у нас есть два нода, фильтр и generator. Нам нужен фильтр. Запускаем фильтр, и он нам говорит, я получил такое-то сообщение. Давайте теперь быстренько создадим еще один контейнер, чтобы в нем, точнее, еще один терминал, чтобы в нем на это все посмотреть. Давайте посмотрим. Теперь, ага, здесь у нас мы забыли сделать source. Давайте даже вот так покрупнее. сделаем source, откроем наш аркуте. В нем у нас уже открыт и уже есть сигнал, он запоминает с последнего раза, что у нас здесь было. Давайте сюда добавим, да, как у нас называется топик. Топик, если мы вернемся сюда, мы назвали filtered signal. То есть в этом топике у нас должна быть какая-то отфильтрованная синусоида. Если мы как-то правильно сделали фильтрацию, если скользящая средняя как-то вообще здесь может повлиять. Давайте сейчас уберем автоскролл, сделаем чуть-чуть покрупнее. очень, конечно, неудобный инструмент, но это самый простой инструмент. ROS готовый нам грех жаловаться. Мы в какой-нибудь из последующих лекций посмотрим с вами более продвинутый по строительной графике. Да, действительно видно, что у нас наша красная линия стала, здесь можно, кстати, настроить где-то толщину, но не суть важно. Видно, что красная линия стала гораздо более отфильтрованной, гораздо более гладкой, но у нее, конечно же, появилась задержка. Это свойство скользящего среднего. Оно вносит в сигнал задержку, и чем больше окно, в нашем случае это пять последних отсчетов сигнала, тем больше будет эта задержка. Ну, в общем, вот так мы с вами получили первую версию своего пакета, где есть два нода, один для публикации сигнала, можно представить, что это зашумленный сигнал от какого-то датчика. И дальше есть нод для фильтрации этого сигнала. Можем на это посмотреть еще по-другому, можем запустить нам знакомый RQT-граф, посмотреть, что действительно наши ноды между собой коммуницируют. Вот видно, что есть сигнал-дженерейтор, он публикует топик-сигнал, этот топик читает сигнал-фильтр и дальше в топик-фильтр сигнал публикует. Вот это название сигнал-фильтр и сигнал-дженерейтор, еще раз обращу внимание, что это название, которое мы при инициализации нода вот здесь задаем. Здесь есть много опций опять же у этой команды, например, здесь можно поставить опцию анонимус, кажется она называется, и тогда к нашему вот этому названию будет добавляться еще какое-то случайное имя. И вот, например, если мы здесь все уберем, точнее, случайные цифры, вот, например, мы видим, что наш RQT GUI, вот этот сам инструмент с графом, у него в названии нода, который он из себя представляет, есть какие-то случайные цифры в конце. Их даже, кстати, два. То есть, это делается ровно для того, чтобы мы могли запустить, например, много сигнал-фильтров и каждый раз не придумывать им новые имена, а просто поставить опцию анонимность true и к ним будут добавляться случайные цифры каждый раз к нашему названию. Вот такая удобная опция, когда у вас запускается много нодов одного типа. Вот. И у нас осталось немного времени. Давайте с вами попробуем успеть то, что я еще планировал успеть. Мы с вами сейчас использовали стандартный тип сообщения FLOT32. Давайте попробуем написать свой тип сообщения. Мы уже чуть-чуть начали про это говорить, про типы сообщения. Собственно, вот здесь. Сообщение описывается специальным языком, вот таким простым. То есть, у нас первым пунктом идет тип данных, вторым идет просто название переменной этого типа данных. Вот здесь на слайде пример существующего сообщения готового sensor messages. Есть такой пакет специальный, в котором содержатся разные сообщения для сенсоров. И в нем есть для имму, то есть для инерциальной навигационной системы готовый тип сообщения. Он состоит вот из следующих полей. И здесь что интересно, что есть типом сообщения, могут быть как стандартные типы, вот то, что мы только что видели, FLOT64, причем можно делать это массивом. Массив может быть вот здесь, это видно, как с фиксированным количеством элементов, вот здесь 9, так и с динамическим количеством элементов. Но помимо стандартных типов, это могут быть уже готовые типы сообщений. То есть вот этот, например, сам по себе sensor messages. ему может стать полем какого-то более общего сообщения. Например, у нас будет сообщение, где мы будем публиковать данные всех сразу сенсоров. Это, как правило, неоправданно, и делать так не надо, но можем себе представить. И вот одним из полей там может быть sensor messages. Вот здесь тоже это достаточно стандартный, часто используемый тип сообщений, геометрические сообщения. Там есть тип квадронион, и здесь он является типом переменной. То есть мы как бы можем по уровню иерархии внутрь квадрониона перейти, и там вот у поля ориентация скорее всего будут поля x, y, z, омега, все, что присуще квадрониону обычно. Или вот тип вектор 3, то есть вот переменная angular velocity будет иметь еще поля x, y, z, потому что тип вектор 3 именно из таких трех полей состоит. Вот. Еще в сообщениях могут быть указаны константы, как мы говорили, они могут быть только встроенных типов, то есть если здесь мы можем использовать вот такую как бы иерархическую структуру, используя уже определенные сообщения в качестве типов, то здесь только стандартные сообщения, вот эти все int32, string и так далее. Вот. Эти константы просто задаются для некой интерпретации этих сообщений. Как мы сказали, это очень похоже на enam, где по сути enam в C++ представляет собой integer тип, то есть некое перечисление 1, 2, 3 и так далее. Но этим единичкам, двойкам, тройкам соответственно ставятся какие-то переменные их описывающие. Например, это могут быть режимы работы, устройства или еще что-то. Вот. Давайте попробуем с вами тип сообщения такой написать. Важно, что еще я забыл сказать, это то, что есть тип header. Это очень часто использованный тип. С ним давайте попробуем даже познакомиться подробнее сразу. Если мы наберем header, ROS, то можем найти его и перейти сразу на некую страницу с его документацией. Вот такую, такая есть для каждого стандартного типа сообщений. Здесь, значит, следующее есть. Во-первых, это ID последовательности, то есть вот в эту переменную просто записывается сколько сообщений уже было, какой порядковый номер этого сообщения. Дальше здесь есть time stamp, то есть это временная метка. Очень удобно нам в разных данных понимать, в какой момент эти данные были получены, в какой обработаны. Это как раз все указывается внутри этого хедера. и дальше есть строка frame ID, которая задает, в какой системе координат эти данные были получены. Это очень часто важно, так как у нас могут быть разные датчики на нашем роботе, они расположены в разных системах координат. Про системы координат в ROS мы тоже будем отдельно говорить, потому что для этого есть целые отдельные библиотеки и инструменты. Ну, в общем, здесь задается, в какой системе координат эти данные валидны, в какой они были получены. И вот этот тип хедер, он очень часто используется как одно из первое поля разных-разных сообщений. Вот если мы с вами посмотрим, есть такой мета-пакет common messages, где как раз объединяются все готовые сообщения ROS, которые очень часто используются. Здесь и те самые sensor messages, которые мы сейчас смотрели, и геометрические сообщения. И вот здесь очень много их вы можете посмотреть. Например, геометрические сообщения здесь есть точки, позы, квадронионы, скорости, вектора и так далее. В sensor сообщениях здесь есть сообщения готовые, стандартные для большинства типов сенсоров. Это и иму, и камера, и лазерные дальномеры, и навигационные спутники, и point cloud для камер глубины и так далее. Я вам очень рекомендую, если вы будете с этим работать, использовать как можно больше стандартные типы сообщений, потому что для них очень-очень много всего разработано. Инструменты, визуализация, отладки. Вы всегда можете создавать свои типы, но использовать стандартные всегда лучше. Так вот, давайте попробуем, собственно, сделать следующее. Давайте, да, что я хотел показать, это то, что в этих sensor messages, например, во всех, вот как в иму, всегда есть хедер, потому что нам всегда важно знать, в какой системе координат данные были получены и когда. Давайте попробуем создать наш тип сообщения пользовательский, в котором как раз добавим хедер. То есть у нас сейчас просто flop32 наш сигнал, но мы хотим, например, еще знать, в какое время он был получен и в какой системе координат. Для этого мы можем, находясь в нашем пакете, в нашей рабочей директории, в папке нашего пакета, переходим в нее. Пока у нас здесь только два файла и папка src. Давайте создадим папку msg, это стандартная папка, в которой хранятся сообщения, и в этой директории msg создадим файл signal msg. Это будет описание нашего нового пользовательского типа сообщений, которое мы сами себе придумаем. Вот, теперь давайте все-таки перейдем в графическую среду, так будет быстрее. А, я не там случайно создал, давайте я перейду. Перейдем msg. Вот пока у нас здесь пусто, давайте сюда, собственно, добавим header и назовем его тоже header. И еще мы добавим сюда float32, потому что у нас сигнал такого типа. Только здесь это пишется маленькими. И назовем его сигнал. Вот мы описали наш тип сообщения. Что сделает ROS, когда мы его просим это скомпилировать? Он возьмет вот это описание и сгенерирует из него для c++ header файл, а для Python модуль, который мы сможем импортировать похожим образом. Только здесь мы напишем имя своего пакета, дальше также напишем .msg и дальше напишем сигнал. Давайте попробуем это сделать. Но делается это не очень просто. Нам нужно выполнить несколько условий. Нам проще это делать по слайду. Быстрее будет. Здесь есть специальный слайд, посвященный проблеме генерации сообщений, потому что здесь очень много что можно забыть. Во-первых, нам нужно... Давайте пойдем сначала в package.xml тогда и добавим две зависимости. Проще копировать со слайда. Нам нужно добавить вот сюда зависимости от message generation, это такой специальный пакет для генерации сообщений, и нам нужно добавить зависимость во время выполнения от message runtime. Это все специальные инструменты, которые позволяют нам, собственно, эти файлы сообщений подтягивать. Дальше сюда нам нужно добавить зависимость от пакета message generation. Опять же, find package. Мы добавляем его как компонент каткина. Дальше, там, где у нас вот здесь каткин зависит, нам тоже нужно добавить message runtime. И последнее, что нам нужно сделать, это, собственно, раскомментировать вот эту часть, где добавляются файлы сообщений, но вместо каких-то в качестве примера сюда написанных message 1, message 2, мы добавим наш сигнал msg. И раскомментируем также генерацию сообщений, причем здесь видно, что написано, что мы зависим от стандартных сообщений. Это действительно так, потому что наш сигнал msg, что header, что float32, это стандартный тип сообщений. Давайте теперь попробуем это скомпилировать. Вернемся в нашу консоль, выйдем в рабочую директорию, потому что cutkinmake работает именно оттуда. Запустим команду cutkinmake. Видим, что он собрал наш пакет, и что-то у нас сломалось. Давайте попробуем понять, что у нас сломалось. Can it locate message header? Test package. Generate messages. Мы забыли. Нет, не забыли. Message generation в пакетах у нас есть. Add message files. Signal msg у нас есть. Generate messages у нас есть. Message runs runtime у нас есть. Так, возможно, что-то в package.xml. Тут вроде бы тоже все есть. Давайте посмотрим еще раз на эту ошибку. Сделать поменьше, чтобы это все умещалось на экран. А, не может найти сигналы, от которых зависит. Возможно, я здесь где-то совершил ошибку. Float32 или header написал неправильно. Давайте для примера посмотрим, как пишется header в нашем imu. с большой буквы, конечно. А, возможно, и float... Нет, float32 должен писаться с маленькой. Давайте еще раз попробуем это скомпилировать. Теперь мы видим, что у нас как раз произошла генерация для Python, для C++, для Lisp и еще для других языков. Собственно, об этом нам наш вывод говорит здесь. Ну и вроде бы компиляция произошла успешно. Теперь нам опять каждый раз после компиляции нужно сделать source setup ZCH нашего файла. И как убедиться, что теперь наше сообщение вообще известно ROS. Мы можем сделать ROS в MSG, например, show команду. И здесь должен появиться наш пакет. Он действительно появился. И наш сообщение сигнал. Если мы нажмем ROS в MSG show, ROS уже знает, что наш ROS-месседж состоит из хедера, который в свою очередь состоит из номера последовательности, таймштампа и системы координат, ID системы координат и FLOT32 сигнала. Прекрасно. Теперь у нас есть такой тип сообщения и мы можем его же использовать. Давайте это сделаем только в генераторе, а в фильтре вы при желании сделаете дома. То есть, как сделать, чтобы на весь генератор теперь использовал этот тип сообщения? Вместо вот этого мы теперь будем импортировать наш тип сообщения. То есть, нужно указать пакет test package. Кажется, наш пакет называется, да? Да. Точка MSG обязательно про это часто забывает. Это как раз означает, что мы импортируем именно сообщение. И сообщение у нас называется сигнал. сигнал. Дальше нужно поменять в публикации тип сообщения, которым мы будем публиковать на сигнал вместо float32. И дальше здесь новый сигнал. Что мы можем сделать? Можем завести новую переменную new, здесь у нас new signal value, да? А здесь у нас просто будет new signal. Это будет переменная типа сигнал. То есть, в Python на самом деле все эти типы сообщений это классы. То есть, мы можем просто создать инстанс новый этого класса. и в new signal в точка сигнал, потому что у нас сообщение устроено следующим образом, мы знаем, что у него будут обязательно такие атрибуты. То есть, будет атрибут сигнал и атрибут хеддер, который дальше еще будет раскрываться. В точка сигнал мы передадим наш посчитанное новое значение сигнала. А в точках хеддер мы не будем заполнять с вами сейчас весь хеддер, но для примера мы заполним header точка time. То есть, мы хотим, чтобы в наше сообщение появилось время. И можем использовать rospy time точка now. Это тоже такая специальная функция, которая просто текущее системное время нам даст. Вот, то есть, что мы сделали? Мы добавили, создали переменную типа нашего сообщения сигнал. в сигнал собственно записали то, что у нас раньше публиковалось как float32 и в хеддер время, добавили текущее время, то есть, время, когда мы этот сигнал получили. И дальше мы этот new сигнал передаем в наш паблишер и он его примет здесь, потому что у него теперь указано, что публиковать сигнал, ну, что-то типа сигнал. Давайте попробуем это запустить. Сейчас у нас здесь login for, не сломается, все нормально. Давайте попробуем это запустить. Test package signal generator что-то запустили. Ага, он не может найти test package. То есть, мы не можем импортировать свой же пакет. Возможно, это потому, что мы здесь не сделали source. Если сделать вот так. Ага, все отлично, только теперь мы ошиблись с атрибутом time, потому что этот атрибут time это тип, вот здесь видно в этой консоли, а сам атрибут называется штамп. Это я перепутал. Вот сюда вместо time мы передаем штамп. И давайте, надеюсь, в последний раз попробуем это запустить. Что-то запустилось. Давайте теперь убедимся, что у нас топик signal, который был раньше, теперь имеет другой тип. Мы можем сделать rostopic info slash signal, посмотреть, что теперь он имеет тип из нашего пакета тип signal. Если мы сделаем rostopic echo signal, то мы увидим, что здесь теперь публикуется что-то более сложное. Если вы помните, раньше у нас просто была дата и одна циферка, теперь у нас действительно есть хедер, в котором меняется последовательность, причем заметьте, что она меняется автоматически, нам даже не пришлось руками ставить. И здесь есть штамп, который состоит из секунд, наносекунд, и сам сигнал, который у нас и был, типа float32. Вот мы с вами определили первый пользовательский тип сообщения, он лежит у нас в пакете папки msg, мы можем его использовать в своем пакете, можем его использовать в других пакетах, вот так его импортируя через testpackage.msg signal. Вот, так определяются пользовательские типы сообщения. На этом у меня сегодня все, извините, что я вас в очередной раз задержал, единственное, что я хочу сказать, если вы повторяли за мной, то в следующий раз мы будем использовать этот же код, лучше вам его сохранить. Как это сделать в Docker контейнере, если вдруг вы не знаете, есть несколько способов, они здесь на последнем слайде описаны, но проще всего, наверное, это сделать командой Docker commit, то есть вы из соседней хост терминала вызываете команду Docker commit, передаете туда контейнер ID, если вы запускали так же, как я, то можно сделать по имени, то есть не по ID, а по имени, который мы присвоили нашему контейнеру, контейнер ID, и дальше вы даете ему какое-то название, принято давать название юзернейм, чтобы просто изучать эти контейнеры, давайте попробуем это сделать, шипеть по роз, и мы закоммитили контейнер, отлично, теперь у меня есть контейнер с таким именем, и в следующий раз я смогу запустить контейнер уже с таким именем, и в нем все изменения сохранятся, можно так же делать другими способами, но кто как любит работать с докером, вот, на этом у меня совсем все, спасибо большое, если есть какие-то вопросы, я с радостью на них поотвечаю.